Казалось бы, всё как обычно. Сотрудник комплексного центра социального обслуживания Любовь Митюева покупает продукты для своей подопечной. О режиме повышенной готовности говорят только разноцветная маска и перчатки. В списке фрукты, молочные продукты, ветчина, хлеб. Всё, что необходимо каждый день. Их ждёт 90-летняя Нина Никитишна. Примерно так, да. В рюкзачке на спине, да? Нет, в рюкзачке там документы. А уже продукты в спинке. Бывает тяжело? Бывает, конечно. Сейчас в режиме повышенной готовности в республике трудятся 500 социальных работников. Нагрузка на каждого – 8-10 подопечных. Добрый день, Нина Никитична. Как дела, как самочувствие? На высоте. Нине Никитишне 90 лет. Как сама говорит, пятикратная бабушка и двукратная прабабушка. Принимать чужих не боится. Скорее даже наоборот, радует сообщению. Вы же защищаетесь от него, и я тоже. Просто сижу дома. А как-то поменялась ваша жизнь? Что? В отношении коронавируса? Да, да. Да зачем? Конечно, нет. Я и раньше уже, мне 90 лет. Я в магазин уже сама не хожу. Меня обширает социальный работник. Ощущение изолированности и одиночества социальные работники сглаживали и раньше. И сейчас постоянно на связи. Оказывают не только помощь в быту, но и психологическую поддержку. Рассказывают о правилах личной гигиены и просто окружают заботой. Любовь Георгиевна говорит, что это обычная работа, которую она выполняет уже 20 лет. Тяжело не это, а другое. Транспорт. Перестал ходить транспорт. В связи с этим очень много приходится ходить пешком. Особенно первый день, когда мы работали, ещё не всё было организовано. Поэтому первый день было вообще очень тяжело. Но потом, конечно, наша заведующая, молодец, нас старается компоновать. Участки, чтобы было рядышком. Движение общественного транспорта приостановлено с 28 марта. Когда маршрутки и троллейбусы начнут ходить снова, неизвестно. Но точное их появление сильно облегчило бы жизнь социальных работников. Сейчас транспорт доставляет работника в определённый район, где он уже добирается до потопечных пешком. Бывает и домой тоже на своих двоих. Пока же режим повышенной готовности для них – это ещё и режим повышенной усталости. Хочется, чтобы уже скорее всё закончилось? Ну, хочется хотя бы, чтобы транспорт пошёл. Андрей Раев, Юлия Кучеренко, Владислав Петров. Служба новостей.